Девушки отдыхают Она пытается дать ответы на вопросы о происхождении этой системы. Геология ставит задачу раскрыть обстановку появления жизни на Земле и условия дальнейшего развития органического мира. Пласты земной коры содержат летопись эволюции животных и растений, а остатки этих организмов помогают геологам определить относительный возраст пластов и их заключающих. Геологические знания — это необходимое и важное звено научного мировоззрения. Значение геологической науки для хозяйственной деятельности человека неуклонно возрастает по мере вовлечения в эту деятельность все новых и новых видов полезных ископаемых, от угля до урановой руды и редких элементов, пока их спектр практически не охватил всю таблицу Менделеева. Важная роль геологии — это предупреждение о проявлении возможных последствий природных катастрофических явлений, землетрясений, вулканических извержений, оползней и т.д. Экологическое направление геологии также завоевывает крепкие позиции в мире науки. Методика исследований постоянно развивается, ставя перед геологами новые цели и задачи. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Молодые ученые России» и я, ее ведущая, Вера Мысина, старший научный сотрудник Института общей генетики Российской академии наук. Сегодня у нас в гостях директор Института геологии и геохронологии Докембрия Российской академии наук в Реске Александр Борисович и молодой научный сотрудник того же института Надежда Алфимова. Добрый день! Здравствуйте! Мне бы хотелось задать Александру Борисовичу вопрос, потому что очень интересно Институт геологии и геохронологии Докембрия. Чем интереснее этот период и почему именно целый институт занимается именно этим периодом? Докембрия — это те горные породы, которые составляют кристаллический фундамент наших материков и выходят на поверхность в так называемых докембрийских щитах, которые представляют собой на территории России, например, это Балтийский щит, это весь феноскандинавский щит, Алданский щит, Аннабарский щит. Уникальность этих образований не только в том, что они образовывались в течение 3,5 миллиардов лет, но и в том, что на их примере мы можем изучать абсолютно недоступные процессы современной геологии или более молодых процессов и те глубины, которые сейчас мы можем о них судить только при помощи геофизических методов, сейсмической томографии. Все образования, которые сложены, кристаллические основания фундамента платформ древних или материков, мощность их твердой оболочки составляет от 20 до 40 километров. Понятно, что какими-то современными доступными методами мы их изучить напрямую не можем. Как вы знаете, наверное, Кольская сфера глубокая, рекорд прохождения скважины 12 с небольшим километров. А изучая образование на щитах, докембрийские комплексы, мы можем судить о тех процессах, которые протекали на значительно больших глубинах. За такую длительную историю различные комплексы пород неоднократно погружались на большие глубины, там преобразовывались. И какими-то тектоническими процессами в последующей эпохе они оказались на поверхности. Причем довольно часто эти образования на поверхности появлялись неоднократно. Они разрушались, так как разрушаются сейчас некоторые горные породы. Чрезвычайно интересные процессы, о которых, может быть, и примерах, о которых расскажет Надежда Аркадьевна. Это предметы ее научных исследованиях, так называемых коровов в ветренях. Выветривание, исследование которое позволяет судить о многих процессах, в том числе протекавших в древней атмосфере, гидросфере и так далее. Надежда, а как вы поняли, воспалали любовью к изучению до кембрийского периода? Как всегда, в 90% случаев это бывает случайно. Что мне понравилось, когда я попала в институт после третьего курса на производственную практику, что мне понравилось, что эта область занятий, так скажем, наука в том виде, в котором она есть в нашем институте, она позволяет очень интересно работать, позволяет находить какие-то факты и придумывать им объяснения, находить подтверждение этим объяснениям. Наверное, геология, может быть, как одна из немногих, наверное, вот так. А наука позволяет именно постоянно разгадывать какие-то загадки, позволяет их разгадывать и идти дальше. Да, вот как говорил Александр Борисович, если сейчас гидрологией составом вод, океанов и всем остальным занимается одна наука, составом атмосферы другая, а биологией жизнью в тех же водах занимается третья наука совершенно, то в Докембрии в этом периоде истории Земли это все наша, так сказать, прерогатива. И именно вот эти связи между очень многими аспектами и оболочками, и сферами жизни как раз вот мне показались интересными именно в этом, поэтому, наверное, я этим вопросом и занимаюсь. То есть я вас поняла правильно, в Докембрии вы можете быть и геологом, и биологом, и физиком, и физиком. Совершенно верно. Вам приходится, с одной стороны, но в этом, наверное, и прелесть. Более полувека назад был создан Институт геологии и геохронологии Докембрии Российской Академии Наук. Первоначально это была всего лишь лаборатория, которая занималась изучением самых ранних геологических образований земной коры. Это было единственное в мире специализированное научное учреждение по исследованию Докембрия. Докембрийский период — это название части геологической истории Земли. На него приходится почти 4 миллиарда лет. Это приблизительно 1 седьмая часть времени, когда вообще минеральные месторождения могли сформироваться. Во второй половине 20 века среди ученых возникла необходимость изучения именно этого периода истории. С этой целью лаборатория преобразовалась в Институт при Академии Наук. Именно Докембрии, именно этот период Земли был важен, поскольку, скажем так, даже с точки зрения прагматики, основные месторождения, наиболее интересующие нас в определенный момент, находятся в Докембрии. Правда, такого не бывает, чтобы в чистом виде иметь только один отрезок времени. Все процессы, которые изучаются в Институте, вневременные. Физические законы действовали в равной степени и в Докембрии, и в современности. Изучение Докембрийских пород, комплексов, как мы их называем, является наиболее значимой просто по представительности этих пород на земном шаре. Докембрийские месторождения распределены по всем континентам в разной степени, но есть определенные так называемые щиты, например, Балтийский щит, Украинский, Алданский и другие. Эти объекты – наиболее древние породы, которые вообще можно наблюдать на поверхности Земли. Они называются щитами, поскольку они закрыты более молодыми породами. Такие месторождения считаются чуть ли не единственными источниками, по которым можно судить о ранней истории Земли. Ученые института отправляются в эти места в экспедиции и далее исследуют породы в лабораториях. Первое направление – это изучение вещества. В широком смысле это геология, которая предполагает изучение состава, строения и эволюции вещества. Это главное было направление по изучению вещества. И второе направление – это развивающийся как раз в то время широко развивающийся и новый метод – это изучение абсолютного возраста пород. При исследованиях ученые используют передовые научные методы, которые приводят к выдающимся открытиям. При этом в сфере геологии практически невозможно обойтись без взаимодействия и обмена опытом с иностранными коллегами. Каждая страна сильна конкретным аспектам научной деятельности. Российские ученые прежде всего делают успехи в области метаморфизма и преобразования пород. Международное сотрудничество позволяет делать открытия более весомыми. Однако при достижении поставленных задач появляются новые проблемы, и их предстоит решить современным геологам. А вот все-таки до Кемри, чем он еще интересен? То есть с точки зрения, например, жизни посмотреть на это? Ну это сейчас очень интересное и, наверное, перспективное направление. Оно напрямую связано с работой и с исследованиями биологов, палеонтологов, астрофизиков, еще ряда сопряженных наук, которые посвящены поиску жизни на других планетах и установлению условий возникновения жизни на нашей планете. И если так вот вкратце об этом сказать, то для того, чтобы найти условия, подходящие для жизни, где-то еще за пределами нашей планеты, необходимо знать, в каких условиях она образовалась здесь. И для этого образовалась она, как известно, более трех с половиной миллиардов лет назад. И, соответственно, это до Кембри. Это те условия, которые мы изучаем. Это геохимия водных сред, которую мы, конечно, реконструируем разными способами. И пытаемся установить, было ли это действительно море, была ли это поверхность суши, была ли это речка или какие-то еще другие водоемы, или вообще не были водоемы. И это тоже предмет наших исследований, потому что именно до Кембри сохранились уникальные породные комплексы образования, которые позволяют об этом судить. Ну, действительно, очень большой пласт работ, который вам приходится делать, и, наверное, это очень здорово. А вот геологи вообще, в принципе, это же тут прозвучало так немного. Геологи, они действительно намного сплоченнее, намного, так сказать, друг другу чаще там подставят плечо и помогут. Это так? Думаю, сложно судить. Тут экспедиции бывают у вас, естественно? Конечно, это одна из неотъемлемых частей работы в нашем случае. И, конечно, когда ты едешь в экспедицию, то весь коллектив работает как одна команда. И при этом ты уже не только научный сотрудник, который пытается выяснить какие-то закономерности. Тебе приходится решать очень много организационных и бытовых проблем. И, конечно, когда коллектив находится какое-то время, часто он находится в изоляции от всяких средств, связи с кем бы то ни было, конечно, люди сближаются. То есть хочешь, не хочешь, а сплоченным коллективом быть надо? Да, приходится, да. И очень часто у нас в институте, я вот не знаю, очень много, наверное, семейных пар, я вот так не помню. Но это процесс такой... Которые образовались во время экспедиции. Ну, это уже исторически, потому что это такие люди не 15-летние, да, и там за 50 в основном те, о которых я сейчас говорю. Поэтому я не могу судить о том, при каких обстоятельствах сформировались эти семьи, но действительно очень много людей, которые друг с другом связывают свою судьбу именно, вероятно, в связи с особенностями работы в том числе. Ну да, это же тоже очень главное, чтобы главное, один из факторов, чтобы в институте была такая теплая атмосфера, и действительно люди понимали, чем занимаются, так сказать, в соседних лабораториях. Вот, кстати, о научных направлениях, Александр Борисович. Какие вот основные научные направления, которыми занимается ваш институт? Ну вот вы заторгнули вопрос, как Надежда пришла к нам в институт. Я, извините, может, прежде чем направление, вы поймете, почему так буду расплывчато говорить. Потому что у нас достаточно высокое требование к молодым ученым, ну, особенно в последние годы, когда, в принципе, дефицит вообще существует на способных и желающих работать в науке. Ведь геология до Кембрия, она чем сложна? Что специалист, работающий, он должен быть не просто геологом, он должен быть геохимиком, понимать, какие процессы геохимические преобразования пород. Мы работаем с породами, которые все преобразованы. Он должен знать термодинамику, потому что все эти породы изменены при определенных температурах и давлениях. Значит, он должен понимать, в каких условиях это происходит. Он должен понимать изотопную геохимию, потому что мы определяем изотопный возраст пород минералов. И он должен быть осведомлен в некоторых проблемах космологии, сравнительной планетологии, быть в курсе тех идей, которые существуют для, скажем, планет земной группы. Поэтому направления, которые создаются, разрабатываются в нашем институте, у нас, конечно, есть лаборатории и достаточно специфические, особенно те, которые называются экспериментальными, которые занимаются определением изотопного возраста пород минералов. И там существуют свои проблемы, свои направления. А остальные направления лаборатории, они имеют, конечно, свое название, но очень честно пересекаются в рамках проблем. А проблемы достаточно широкие, хотя силы в институте с каждым годом, как вы понимаете, в количественном выражении финансовым старанием или обстоятельствам все уменьшается. Но все-таки те планки, которые мы перед собой ставим, они очень широкие и значимые. Например, как образовывались и как взаимодействовали 3,5 миллиарда лет назад земные геосферы, мантийные породы, коровые породы. Как образовалась земная кора, в результате каких процессов? Они были похожи на современные, которые мы сейчас наблюдаем, скажем, на границе океанической континентальной плиты, где происходит без конца землетрясение и связанное с ним цунами. Так ли это было 2,5-3,5 миллиарда лет назад? Какой был состав мантии, которая подсилает эту гору? Она эволюционировала во времени или нет? Что приводит к геохимическим аномалиям в коре? К геохимическим аномалиям можно отнести и концентрацию полезных скопаемых. Это тоже аномалия, потому что, скажем, золото, оно распределено в горных породах практически везде есть, но концентрируется в виде рудопроявлений или руд – это аномалия какая-то. Я уже не говорю о месторождении гигантах, которые – это вообще болезнь какая-то планетарная, чтобы в этом месте сконцентрировалось. У нас есть… мы занимаемся проблемой эволюции состава Древнего океана. Ну, конечно, не воды, а тех осадков, которые связаны с Древним океаном. В породах отложились, остались. Да, конечно, да. Его изотопный состав, состав геохимический. Через это мы можем обсудить, как в это время взаимоотношения существовали между мантийными породами, какой был вулканизм, какой был приток глубинного вещества на континентальную кору, и, соответственно, смыв океана, и можем через состав вот таких осадков реконструировать, что у нас происходило. Распадались континенты, они схлопывались многократно. Можем даже оценить и какой был, конечно, не вот 3,5 миллиарда лет, а чуть попозже, там миллиард 600 миллионов лет, какой был климат на планете, были похолодания, были оледенения, были потепления. Это тоже проблемы, которыми мы занимаемся. То есть на основании этих знаний можно смоделировать те ситуации, которые могут произойти в будущем? Да, конечно. И в этом отношении современные рассуждения о глобальном потеплении, они для специалистов, которые занимаются значительно более длительным промежутком времени, они смешны, потому что это даже не какая-то периодичность, а миг в геологической истории, то, что у нас вдруг потеплело на полтора градуса за длительную геологическую историю, которую, в частности, мы занимаемся за те 3,5 миллиарда лет. Таких потеплений, похолоданий было много, несколько значительно более существенных и длительных. Да, и мы можем, конечно, не предугадать, а смоделировать, что сейчас происходит на границах взаимодействия плит, скажем, океанических, вот то, что на нашем Дальнем Востоке, в Японии, что и как происходит, и как долго это может происходить. Ну, конечно, мы рассуждаем о таких временных интервалах, что это для человечества... Даже не миг. Это наоборот. Очень сложно себе представить, но что недостаточно. Миллионы лет, не тысячелетия даже, а, конечно, геологические процессы, они значительно более длительны, чем исторические процессы человечества. Ну да, человеку со своим средним 70-80 лет представить. Но, наверное, в этом тоже есть большой интерес, этим заниматься. Тогда можно действительно себя почувствовать человеком-творцом, когда ты изучаешь миллионные годы, пласты такие поднимаешь, и думаешь, что все-таки действительно человек отличается от всех тем, что у него есть разум. Он может что-то сконструировать. Но здесь я предлагаю посмотреть нам сюжет из вашего института. Смотрим? Да. Институт геологии и геохронологии Докембрия – это уникальный исследовательский центр в России. Ученые изучают природу и эволюцию первичной земной коры. Благодаря различным физическим и химическим методам геологи могут датировать любые биологические останки, даже четырехмиллиардной давности. В настоящее время институт активно расширяет методологию исследований. Ученые разрабатывают новые подходы к определению возраста пород и минералов. Например, лаборатория петрологии изучает поведение веществ в природных процессах, исследует физику и химию минералов. Метод мюзбаверской спектроскопии позволяет изучить валентное состояние железа, то есть железо в двухвалентной или в трехвалентной форме находится в минералах, и структурную позицию этого элемента. Соотношение разновалентных форм железа и его позиция в структуре позволяет нам лучше понимать термодинамику минералообразующих систем, в том числе температуру, давление и активность кислорода. В частности, в данной лаборатории исследуется вещество мантийных ксенолитов. Это обломки породы мантий из глубин до 250 километров, которые выносятся на поверхность вулканами и магмами. Геологи изучают равновесие в этих породах и определяют температуру, давление и строение литосферной мантии. В институте в теории на практике изучается одна из самых молодых геологических наук – радиогеология. Она также называется ядерной геологией. Ее задача – это исследование закономерностей естественных ядерных превращений в веществе Земли и их проявления в геологических процессах. На помощь ученым приходит проверенный годами и усовершенствованный изотопный метод. Этот подход основан на исследовании содержания и соотношения радиоактивных, радиогенных и стабильных изотопов, то есть химических элементов в породах. Для начала берется проба вещества изучаемого минерала. После разложения проба вот в таких вот бюксах в жидком виде возвращается обратно в лабораторию. Здесь в лаборатории мы выпариваем жидкость до твердого состояния вот на таких плитках. Потом она переводится в другое состояние при помощи другой кислоты. Разлагалась она у нас в ашфтор, переводится она в соленую форму, ашфор. При помощи специального прибора выделяются соответствующие изотопы. Далее проба снова выпаривается до сухого состояния. Проба наносится на ленточки, которые выглядят вот так вот. И эти ленточки монтируются на так называемый магазин. Здесь 21 позиция, один из них стандарт и 20 проб. И далее магазин помещается в прибор. Дальнейшее происходит в лаборатории, где находится изотопный масс-спектрометр. Его исследование ведется путем определения отношений массы к заряду и количества заряженных частиц. Здесь на каждую ленточку подается ток определенного напряжения и происходит ионизация пробы. Это у нас масс-спектрометр Тритон. Он используется для измерения изотопных отношений различных элементов. В нем поддерживается высокий вакуум с помощью целого комплекса насосов. Это у нас турбомолекулярный насос. Это криопамп. Туда заливается жидкий азот, который создает еще более высокий вакуум. Ионы разгоняются в мощном магните и поступают на детекторы. Детекторы фиксируют ионные токи и выдают изотопные отношения. Так вычисляется возраст и состав земной коры, который относится к докембрию. Учитывая актуальность тех проблем, которые разрабатываются в институте, расширение области его деятельности не только возможно, но и необходимо. Ведь геологи осуществляют уникальные разработки в области рудной минералогии и наноминералогии. Вероятные сферы применения – это не только исследование рудных полей и оценка их потенциала, но и участие в разработке новых технологий обогащения руд и извлечения из них металла. Все это делает геология наукой современной и актуальной, а профессия геолога – востребованной. То, чем вы занимаетесь, как я уже поняла, это довольно серьезные вещи. Но и вопрос столь же серьезен. Вот насколько эти новые знания, которые вы добываете до кембрийского периода, могут сейчас помочь человечеству в решении насущных глобальных проблем? Можно начать с того, чем непосредственно занимаюсь я. Это как раз реконструкция условий поверхностных, которые существовали на ранних этапах развития Земли, и, соответственно, условия возникновения жизни. Как я уже упомянула, это сейчас становится все более и более актуально, потому что с обнаружением новых планет в зоне обитаемости, поиск, во всяком случае, тех форм жизни, которые мы могли бы идентифицировать, идет очень активно. И поэтому, конечно, выяснение условий образования первых организмов, их существования, они актуальны на сегодняшнем этапе развития науки. Кроме того, о чем говорил Александр Борисович, о выяснении основных закономерностей локализации тех или иных процессов. Например, существуют такие уникальные природные объекты, как железородные полосчатые формации. Курская магнитная аномалия к ним относится, Костомухшский железородный бассейн. Благодаря исследованию раннего Докембрия в этом смысле установлено, что такие формации образовывались только на ранних этапах развития Земли. Сейчас это не формируется. Почему? Какие условия приводили к тому, что тогда такое могло существовать? Сейчас этого не формируется. Или что можно было бы, допустим, какая комбинация условий должна быть, чтобы это образовалось. Это как раз тоже изучают геологи, занимающиеся древними породами. Если с точки зрения биологии, эволюция довольно-таки понятна. Там когда-то все произошло, потом установилось, и потом дальше идет и продолжается эта эволюция в том или ином направлении. Но с точки зрения геолога и с точки зрения, наверное, земного шара со всеми его гидросферами, летосферами и всем прочим, наверняка тоже есть эволюция. То есть это как раз то, о чем вы сейчас говорите. То есть она вот двигается, насколько она куда двигается? Или не может же такое, что сформировалось, законцентрировалось, и все так осталось? Это как раз тот вопрос, который и ставится в основном, потому что не только тектоническая, возможно, менялась природа тектоники, точнее, не природа, а механизм, допустим, сейчас, парадигма, господствующая точка зрения, это движение литосферных плит, механизм тектоники плит. Существовал ли он раньше, существовал ли он до кемора или нет, сейчас это очень большой вопрос. Но, опять же, состав мантии, о котором мы уже говорили, менялся, но нет, как это влияло на поверхностные процессы, если мы говорим о важных для человека сейчас вещах. Но, кроме того, менялся, например, и солевой состав океана. А это важно как источника и среды формирования той же жизни и функционирования большого количества живых организмов, без которых сейчас ни жизнь человека, ни его существование с точки зрения питания и каких-то благ невозможно. Существует очень много способов, очень много уже установленных каких-то закономерностей. То есть, по которым маркируется изменение состава океана. Но точных причин до сих пор тоже неизвестно. Есть комбинация механизмов, которые ученые предполагают, влияет на этот состав океана. И это тоже предмет исследования одной из наших лабораторий. Они изучают, например, изотопный состав стронция в том числе. И что влияло на соотношение изотопов стронция в океане? Распад континентов или поступление мантийного первичного вещества в зонах срединоокеанических хребтов? Конечно, как таковой стронция сейчас, наверное, кажется нам совершенно таким странным элементом. И это не первое, о чем мы думаем, когда думаем о океане. Но стронция в данном случае маркирует содержание макроэлементов, таких, которые формуют целевой состав непосредственно океана. Почему изучается стронция в данном случае? Потому что он значительно менее подвижен во вторичных процессах. То есть он используется как лакмусовая бумажка? По смыслу, да. Он маркирует определенные обстановки, определенные содержания тех или иных компонентов. И поскольку он менее подвижен, и его распределение контролируется меньшим количеством факторов, то именно его распределение в том числе изучается. В принципе, по той же схеме рассматривается, например, изменение изотопного состава углерода. А изотопный состав углерода – это уже выход на изотопный состав и на количество углерода в атмосфере. Та самая проблема формирования газового состава атмосферы, когда осталось только кислорода, что живые организмы смогли дышать. И циклический ли это процесс, или однонаправленный, что тоже совершенно необходимо нам знать, насколько мы влияем на это, насколько это обратимый процесс. Эти знания о том, какой был состав атмосферы в древнем, на ранних этапах развития Земли, как он менялся, это, к сожалению или к счастью, все приходится выяснять, работая с древними породами. Часто приходят разные люди из разных научных направлений, и часто приходится либо развеивать, либо подтвердять какие-то мифы. Вот все-таки, Александр Борисович, откуда же берутся вот эти мифы, а то о глобальном потеплении, а то о глобальном похолодании. Все ли это идет из средств массовой информации, или есть такие ученые, которые каким-то образом провоцируют такие мифы? Средства массовой информации и провокации, на которые падки люди, потому что это что-то страшное, а в последнее время мы в основном только страшное кругом увидим. Но это, конечно, не так. И это, наверное, такой заказ и экономический, и политический. Вы же понимаете, что так же, как с озоновыми дырами, с снижением углекислоты, с транспортом, одно только извержение вулкана, скажем, Эдны, да, или какого-нибудь другого, оно дает выброс такое количество СО2 в атмосферу, что, ну, какой-нибудь там мега город за десятилетия столько выбрасывает своими машинами и прочее. Поэтому проблемы... Проблема, получается, просто в незнании людей и... Ну да, и, наверное, нас пугает. А мы и рады пугаться. Ну, пугаться, что... И, наверное, правильно пугает вообще-то, и, может быть, сознат, потому что к природе, конечно, относиться бережно. И человек, существо такое, что пока он не поймет, что это лично его касается, его окружение, наверное, ничего предпринимать не будет, не будет думать, что не нужно, скажем, холодильник вскрывать, и чтобы фреон вылетал сюда, сдавать нормально и так далее. Это нужно, чтобы отношение к природе... Конечно, хрупкая система, а то вот эта тонкая оболочка с атмосферой и там, где мы живем, она, конечно, на нее влияет масса факторов. Но в глобального потепления... Ну, можно сказать, сегодня у нас зимой, сейчас зимой было глобальное похолодание, да, в Европе, а потом вдруг наступило глобальное потепление. Это просто, мне кажется, циклическое развитие, и... Да, такие небольшие ондуляции, конечно, для геологических масштабов это не глобальное потепление, не глобальное похолодание. Я бы сказал не так, это позволяет геологически... Это позволяет оценить, что это действительно не катастрофа, а нормальный циклический процесс. Ну, конечно, никто же не ждет оледенения в ближайшее время. Среди геологов-исследователей Докембри известен так называемый принцип актуализма. Его смысл в том, что геологические силы, действующие в наше время, аналогично работали и в прежние времена. Настоящие — это ключ к прошлому. Следование принципа актуализма позволяет моделировать ныне несуществующие объекты и системы, изучать их строение и функционирование, формируя картины прошлого и получая таким образом возможность прослеживать закономерности развития мира. В истории геологии существует так называемая теория дрейфа материков. Она описывает движения, объединения и распад континентов. Особый интерес представляют те периоды истории Земли, в которых все континенты были объединены в один суперконтинент и вновь распадались. Если верить этой теории, при сохранении современного движения континентов, следующий суперконтинент возникнет примерно через 300 миллионов лет. В экспедициях геологи порой сталкиваются с невероятными явлениями. В 1971 году при бурении разведочной скважины в Туркменистане геологи наткнулись на подземную полость. Образовался провал, заполненный газом, в который опустилась боровая вышка со всем оборудованием. Чтобы вредный газ не выходил наружу, его решили поджечь. Предполагали, что через несколько дней пожар потухнет. Однако газ горит и по сей день. Путешественники дали этому месту название «Дверь в преисподнюю». Два года назад в Волгоградской области было найдено порядка 15 окаменелых яиц динозавров. Диаметр каждого яйца составляет более одного метра. Говорят, что подобные окаменелости находились здесь еще до войны. По-прежнему нет однозначного ответа о природе возникновений этой аномалии. Анализ показал, что внутренность яиц – это спекшаяся органика. А у нас, к сожалению, заканчивается программа. И я вам задам наш традиционный вопрос. И он заключается в следующем. Давайте себе представим, ну, по крайней мере, нам бы очень хотелось, что у нас смотрит президент нашей страны или правительство, председатель правительства. Вот чтобы им тезисно по пунктам предложили изменить или улучшить в вашей сфере, чтобы действительно получить уникальные, нужные нашей стране результаты. Вы знаете, мне кажется, что молодежь у нас хорошая, креативная, с научными и с любовью к исследовательской деятельности. Им интересна такая деятельность. Но, к сожалению, очень сложно, благодаря большому количеству бюрократических каких-то барьеров, эти идеи реализовать. Они начинаются с оформления документов при подаче на грандс, количество бумажек, которые нужно оформить. Продолжаются, например, жутким количеством бумаг, которые необходимо оформить, для того, чтобы, например, подтвердить ученую степень, которую ты получил за границей. И так далее. Конечно, то есть, на мой взгляд, если существенно снизить бюрократическую составляющую, возможно, будет больше ошибок. Возможно. Но, во всяком случае, у людей останется желание что-то пробовать. Потому что сейчас очень долго идет процесс благодаря этим бумажкам. А когда человек, особенно когда человек молодой, у него, конечно, терпения меньше. И когда он раз попробовал, два попробовал и завис на бумажках, третий раз ему просто не хочется уже. Ну да, получается, наступаешь на одни и те же грабли, и все одно и то же. И все одно и то же. И, к сожалению, не во власть. Если есть какие-то моменты, которые мы можем, например, решить внутри своего института, своей молодежной компании, так скажем, то эти моменты мы решить не можем сами. И получается, что мы вроде как и силы есть, и желания есть, и идеи есть. А вязнет. А батон вязнет, вязнет, да. Ну, хорошо, да. Александр Пависович. Ну, я не буду говорить, тревиально дайте денег побольше, да, для науки, что существенно, конечно, можно приводить там сопоставление с развитыми странами и так далее. Ну, наверное, я считаю себя молодым, вообще-то еще достаточно, но даже я устал от реформирования. Вот последние 30 лет, не 20 лет, а 30 лет, мы живем, в частности, академией, наука, и наука не только фундаментальная, но наука прикладная, в череде бесконечных реформ. Мы как-то иногда забываем результаты предыдущим, начинается. А наука вообще часто, вернее, как правило, должна быть в спокойных, в стабильности, будем так говорить. Может быть, нам не нужно шибко денег, да, ну, чтобы нас не дергали, ни нас, ни образования, наверное. Не так все плохо вообще в нашей стране есть и было, да. Но мне кажется, что часто люди реформируют, занимаются реформами, чтобы оставить в истории след, что он был реформатором. Больше ничего, последствий он не дождется. Вот спокойная обстановка, без резких телодвижений, она, наверное, будет способствовать результатам во всех областях, начиная от космонавтики, кончая, наверное, дошкольным образованием. Ну, будем надеяться, что так и будет. А сейчас мы с вами попрощаемся. Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Удачи вам, здоровья. И главное, чтобы мы все вместе дожили до того светлого будущего, о котором так часто говорим. Да, спасибо вам. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok